Привет, друзья! Ну вот наступил день после праздников, поэтому у вас всех с Новым Годом, наступившим Рождеством, всех благ, все наши опасения, ну как не опасения, а все наши, я бы даже сказал, понимания того, как происходит процесс празднования и всего остального, он в принципе единственное, в чем я очень сильно ошибся, я этому очень рад, я еще почему-то Петю списал с счетов, думал он сегодня приедет, но Петя сегодня приехал с семьей, так сказать. До игры еще 40 минут, нас на вскидку 5 человек, то есть мы уже играть можем, и вратарь, то есть уже мы можем играть. По комментариям, которые были под прошлым видео, один из комментариев был в адрес тренера, что типа, кто он такой, чтобы он мог говорить, что ты будешь сидеть на лавочке и будешь полировать, а вообще играть не будешь, все люди типа платят за игру, и сам, слава богу, в нашем коллективе не так. Тренер имеет тотальную власть, и он решает, кто будет играть, кто не будет. У нас очень было вот этих многих умников, с которыми нужно определенным образом разговаривать, такие важные деловые люди, и это очень прекрасно, они где-то себе нашли другое место играть, у них все отлично, и у нас самое главное, тоже все отлично. Поэтому вот этот разговор о том, что почему так тренер говорит, я считаю, что вообще единственный возможный вариант управления коллективом только такое. Все остальное это полная абсолютная чушь, чем больше демократии, тем меньше полезного и хорошего есть у вас. Продолжение следует... И не помогало, попробуйте Helmetext Extra. В усиленной формуле действующего вещества чуть больше, поэтому расход его несколько меньше, и работает он наверняка. В общем, если что-то воняет, Helmetext Extra это исправит. И не забывайте все нужные ссылочки под этим видео. Очень важно пройти по этой ссылочке, именно так ты помогаешь каналу развиваться. Давай-давай, сели сюда все, не идите сюда, потом одеваться будете. Все, мне главное, чтобы вы слушали, а не то, чтобы одевались. Опоздаете на размину. Это ваши трудности абсолютно. Раньше приезжайте. Теперь очень внимательно, так не играли, значит, так будем играть, значит. Обороняемся вчетвером без Сахарова, обороняемся вчетвером без Малеваника. Значит, у нас Сахаров и Малеваник играют вот в дальней синей линии. Да-да, очень важно. Так все не играем. И надо игру выигрывать, так что давайте все выходим, повеселее, позднее. К нему выдвинулся. Следствие. Последнить. Выставай. Схар. 5 секунд может быть опасно сахаров сахаров очень долго сайт был обрабатывал и потерял коридор для броска но вот тут уже залетает шайба в ворота 1 1 1 1 1 1 Сейчас вот ближний, выход из-за ворот, передача отличная на пятаке, там борьба и шайба оказывается в воротах, все-таки затолкали ее, как есть ТВ Минжус. Ребят, первое, основное, мы очень легко пропускаем шайбу, вообще просто. Первая шайба, вообще там ничего не было. Вторая шайба, мы проиграем борьбу, вот сюда выбросили, мы ее на пятаке на самгон, и было там трое, мы проиграли. Потому что у нас на пятаке, когда мы боремся, у нас внимание на шайбу. Шайбу, вы головой крутите, раз, игрочок, вы под ключикой взяли, вы следите за ним. Поэтому, когда шайба прилетает, вы уже готовы не дать им бросить. А конечно, вот так вот, вы смотрите, оп, шайба, вы прозевали, он бросил, до свидания. Что происходит, если шайба оказывается вот здесь? Что происходит? Пиздец происходит. Сразу момент острый. Зачем вам здесь бороться, объясните мне. Вы тогда не понимаете, когда надо бороться. Вот когда вот эту шайбу вторую забивали, вот здесь надо бороться. Все, уже на скорости туда дальше, на скорости двигайтесь. Вот, броски резче, попадайте в ворота. То есть, что и вратарь там хороший стоит. И давайте, старайтесь выполнять. То, что от вас я попросил. Давай, пошли. Позлее. Мне в первом периоде вообще некогда было камеру брать, разговаривать, рассказывать, что здесь происходит. Поэтому расскажу сейчас вообще про, что еще в этом выпуске я делаю. Решил померять пульс, купил себе нагрудные пульсометры. Потому что как-то я рассказывал про то, что я меряю часами своими самсунгами. И бытовало мнение, что это полное говно, что они ничего не меряют. Я взял, в общем, штуку, которая предназначена именно для этого. Висит на груди датчик, все дела. И могу вам сразу сказать, что разница в ударах отличается в 3-4 удара. То есть, допустим, если в спокойном состоянии часы показывают день 59, на грудной может показать 62 или наоборот, в зависимости от раз. Поэтому я думаю, что и часов бы хватало. Но основная идея не доказать, что лучшее. А мне стало действительно интересно. И раз было такое мнение, что вдруг эта штука не работает, имеется в виду пульсометром на часах, то надо померить так. Потому что сейчас мы же после праздников отдыхали много. А про здоровье нужно не забывать. И многие, во-первых, я узнал, что профессиональные футболисты в лифчиках бегают таких смешных. А они оказываются на пички над датчиками. И там тоже у них что-то меряется. Короче говоря, штука совершенно не лишняя, чтобы понимать, в каком состоянии мой организм находится. Потому что иной раз на игре бывают такие ощущения, которые на тренировке я добиться не могу. Не то, что даже усталость, а тотальное изнеможение. Сегодня хороший пример для такого замера, потому что нас играет очень мало. И, собственно, в самом игровом плане что-то поменялось. Начали более активный матч как раз стальные крылья. Они первыми изобилия, но вот они и забрасывают свою вторую шайбу. Кирилла Котова забыли в центральном слоту перед воротами. Молодцы, красавцы. Красавцы, петь. Красавцы. Красавцы. Как долго? Она б***** Ты здесь отдал, кто же сюда пошел, отдай в середину Да, в середине так было сразу Чай будет и раз Да, я б***** Эй! Туда ее! Дай, дай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перейди на Саню! Сань, Сань! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы постоянно только оторвемся на одну шайбу и выйдем вперед Обязательно отыгрышем, причем мы очень тяжело забиваем И очень легко пропускаем Просто дурные шайбы, я думаю, сказывается, во-первых, усталость, ребят Ну, естественно, определенный уровень мастер-стата и так далее Но усталость, скажем, в первую очередь Потому что сейчас мы играем в два звена И соперник достаточно интенсивно идол в хоккей нам задал Волохов ошибается, ничего себе! И такие люди ошибаются! И Котов опять наказывается ошибкой По мин По мин Мин, бросок поворотом и прямо под перекладину И почему-то в этот момент Максим Костобаев чуть нагнулся, пропуская шайбу Бросок Ничего себе! С острого угла в дальнюю девятку залетает Шайба порт с позициями с Сафроновым Но Сафронов почему-то не стал открывать зону Сепиану И залетает шайба в ворота Да, там были, возможно, какие-то рикошеты После этого броска Сафронова Но результат Есть результат Еще Ратников там неподалеку был Скорее мешал, чем помогал Котова Сепиан Дальний бросок Шайба подскочила Над Максимом Краснобаевым И запрыгнула Придательски в ворота 4-6 Реально модлить? Подскочить Подгонять Акси уже не было Догонять Давай, давай, 7 У нас второе грубное Вратари очень играют слабо Пропускать на 6-8 шайб Не знаю Мне в целом Понравилось Я даже Вот удовлетворен как Старались Работали Так что результат не очень Мы как бы заслужили Может побольше Но Очень понравилось Ваше такое желание Боевитость Вот так говорю По игре Претензий нет По желанию Молодцы Так что давайте Работать И будьте нам Класс Лап Субтитры сделал DimaTorzok